Всем привет на канале CryptoCommons. Ребята, срочные новости по BNB. Комиссия по ценным бумагам США расследует факт возможного нарушения правил ценных бумаг при запуске токена BNB в 2017 году. Эта история не новая, она такая же как и с Ripple, и ничего хорошего, конечно, она скорее всего не сулит. ICO BNB состоялась в июле 2017 года в разгар так называемого бума ICO. Биржа Binance появилась всего через несколько дней, и вот вдруг до них дошло спустя 4 года, что почему бы не срубить на этом баблишко, что якобы это незарегистрированная ценная бумага, токен BNB. Ну, конечно же, это полный бред, мы с вами понимаем, что криптовалюты это никакие неценные бумаги, но им попробуй там что объяснить. Вот, собственно, такого рода новость. Комиссия по ценным бумагам пересматривает происхождение биржевой монеты Binance Coin на предмет возможных нарушений правил ценных бумаг. Нашли к чему придраться снова, да, то есть они промывали косточки Ripple. Теперь решили добраться до BNB, который уже занимает пятую строчку. Да, вот еще статья, что почти на 2,5 миллиарда мыли средства из Даркнета и со всяких мошеннических схем, типа пирамидосов. Вот по данным Chain Analysis, тут 2017 по 22 год продавцы с Гидро использовали Binance для проведения криптовалютных операций, также отмывали доходы от мошеннических схем. Ну, слушайте, ребята, если уж так по чесноку, все биржи так или иначе в этом замешаны, потому что мы не знаем, откуда битки. Только если вы майнер, вы намайнили чистые битки и знаете, откуда их первоисточник. А если вы получаете битки даже из обменников, с P2P, с любой биржи, вы не знаете, откуда эти битки. И они могли становиться манерой, потом Zcash, потом снова битками. И вы без понятия, что это за битки, так что так или иначе, те, кто в криптовалютах, мы с вами по-любому трогали так называемые грязные битки, которые еще на Silk Road крутились там в 2014 году и так далее. Это нормально, и в этом нет ничего такого, и фиатные деньги мы также с вами берем, доллары, рубли там в карманы кладем. Мы не знаем, откуда они и каким путем были получены. Поэтому это все полная хрень, но тем не менее у Binance походу сейчас начнутся проблемы. И если вы меня смотрите, то вы, наверное, в курсе. Я вам много раз уже говорил, что Binance очень сильно перекупленный щиткоин. Очень сильно перекупленный. И что его пора бы зашортить. Что Binance Coin USD уже как бы не переписал свой хай в отличие от битка и нарисовал что-то типа голова и плеч. То есть тут, в принципе, цель-то у него вот туда. Потому что я вам напоминаю, где он раньше торговался. Он торговался на уровнях 20-30 долларов. Вот здесь он торговался. Там, где сейчас многие монеты на дне лежат, которые вы не хотите брать. Но, как всегда, интерес толпы подогревается уже вот здесь. И многие сейчас закупают Binance Coin на всю котлету и ждут его по тысяче. Ну, дело такое, я бы сказал, сверх рисковое. А если вы посмотрите на график BNB BTC, то есть Binance Coin к биткоину, то он вообще на абсолютных хаях, посмотрите. Он еще даже падать-то не начал. Если вы сравните его с Solana, с Fegan, с Avax, с тем же. Вон, посмотрите Avax BTC. Тут уже как бы закрылась большая часть этого роста. Я уж молчу про Луну и про другие перекупленные сэндбоксы и прочее. Они все попадали. BNB еще не попадал. Еще даже не начал падать, чтобы вы понимали. Ну, тут все. И осцилляторы перегреты, и MACD красная. Короче, дисклеймер не финансовый совет. Но я считаю, что BNB, особенно к битку, надо шортить. Как это сделать? Могу вам показать. Вот. Но перед этим хочу отвлечься на секунду, поговорить про биток. Биток у нас с вами нарисовал Барта Симпсона на локальном таймфрейме. Мы говорили сегодня о том, что это разворотный Барт Симпсон, бычий Барт Симпсон, желтая точка, сильный уровень. Посмотрите на MACD. Но я встретил просто столько хейта в комментариях, столько троллинга, что типа чуваки пишут, а где там твоя недельная свечка вчерашняя? Ты же топил за рост. Чуваки, вы вообще что ли не понимаете? Или вы просто дебилы? Посмотрите, недельная свечка. Мы говорим с вами про разные таймфреймы. Вот ваш этот Барт Симпсон, вот он как выглядит на недельном таймфрейме. Во-первых, недельная зеленая свечка никуда не делась, она уже навсегда напечаталась на графике. А во-вторых, вот где мы сейчас. Тут даже не видно этой коррекции. Плюс у нас зеленая точка, плюс у нас на трехдневном таймфрейме уже очень сильные знаки по осцилляторам, что это было все. Это биток, это не BNB, понимаете? Это серьезная история. Это реальный хедж от инфляции. Сейчас в мире начнется чертовщина. Как бы люди сейчас будут бежать из кэша. Куда они будут бежать? В золото и в биток. Поэтому это биток, это вам не BNB. Он не стоил недавно 2 доллара. Он стоил недавно 20 тысяч долларов. Понимаете разницу? Так что по битку-то сомнений нет, что все будет окей. А вот по BNB, как я вам уже сказал, у меня сомнения такие есть. Он не переписал свой хай, он смотрит реально вниз. Так и вот, собственно, в подтверждение своих слов, я начинаю шортить BNB к битку. И к чему бы вы подумали? Правильно, к Dash. К Dash. Знаете почему? Потому что Dash – это еще более перепроданный Alt. Кстати, на трехдневном таймфрейме Dash BNB, посмотрите, желтая точка на сайфере. Почему я так делаю? Да потому что, смотрите, Dash BTC очень перепроданный. Dash USD очень перепроданный. А BNB, как мы обсудили с вами, очень перекупленный. Если вы посмотрите на график Dash BNB, то его средние значения – это примерно 3 к 1. Но он очень долгое время стоил 7, 3, 8, 2,5. Ну, даже если мы возьмем 2,5-3. Сейчас он стоит 0,2. То есть у него, в принципе, даже без плеча 10x тут, можно сказать, в рамках технического отскока только напрашиваются. Потому что, еще раз говорю, Dash очень дешевый, а BNB очень дорогой. На мой взгляд, естественно. Не финансовый совет. Поэтому, что, собственно, делаю я? Я пошел на Binance, цинично, и начал открывать шорты по BNB в пользу биткоина и в пользу Dash. Кстати говоря, все, кто говорят, что гринни только лонгуют, гринни всегда что-то шортит, потому что гринни торгуют в маржиналке. И как работает маржиналка вообще? Вы всегда что-то шортите. Если вы лонгуете биток, вы шортите Tether. Если вы лонгуете Dash к битку, вы шортите биток. В данном случае я решил, что целесообразно шортить BNB. Но, дисклеймер, друзья мои. Дисклеймер в том, что процент за плечо, за одалживание BNB абсолютно конский. Вот вы нажимаете. Как это сделать, собственно, теперь? Вы идете в маржин кошелек, пополняете его обеспечением, неважно чем, долларами, BTC, Dash. Я пополнил долларами, Dash и накупил на доллары уже BTC и Dash. Неважно чем, главное, чтобы у вас было обеспечение. Дальше вы идете в Borrow, во вкладку заимствования Borrow, находите здесь BNB и офигеваете сразу от процента. Ребята, вот такой вот процент в час вам будет стоить плечо. Это приблизительно 108% годовых, чтобы вы понимали. На одно плечо больше 100% годовых. То есть, если даже цена будет стоять на месте, и вы будете в первом плече шортить, то вас смоет через год ваш весь депозит. Если цена будет идти против вас, вас смоет быстрее. Если вы возьмете третье плечо, вас смоет через 3 месяца примерно и так далее. Но, если попасть в движение, еще раз говорю, вот в это вот движение, то игра стоит свеч. То есть, надо на себя принять все риски. Что это, я сейчас чисто с трейдерами говорю. Инвесторы вообще пройдите мимо этой идеи. Но трейдер, если вы готовы потерять 100%, но заработать 1000 в удачном варианте, то это игра для вас. Смотрите, идем во вкладку Borrow, заимствуем BNB, пофигу, под конский процент. По чуть-чуть заимствуем, потому что мы не знаем, докуда он дойдет. Может быть, BNB сейчас еще сильнее ксанет к битку, перепишет вершину, кто его знает. И потом только пойдет на коррекцию. Наша задача всю вот эту дорогу добирать эту позицию плавно с минимальным риском. Поэтому идете здесь, заимствуйте BNB. Допустим, 9 BNB я хочу занять сегодня еще. Да, вот я это сделал. Теперь мы идем во вкладку Trade. BNB, BTC, соответственно. Вон, видите, он уже начинает падать. И вот у нас тут появились эти 9 BNB. Мы их просто тупо продаем по рынку прям на биткоин. Получаем 8,5 миллионов сатоши. Вот они к нашим приплюсовались. И теперь мы уже, получается, шортим BNB к битку. Я знаю, многие сейчас будут говорить, гринни, дебил, опять засаживают всех в шорт по BNB. Окей, лонгуйте, покупайте BNB. Лонгуйте, я вас никуда не засаживаю. И вообще, если вы считаете, что вас кто-то может засадить, значит, у вас просто своей головы нет. Я просто вам даю информацию, вы как бы сами ее перевариваете для себя. Вот у нас уже появилась, смотрите, какая ситуация. Минус 12,5 BNB, 9 миллионов сатоши и 51 Dash. Но теперь дальше-то что получается? Мы уже шортим BNB, лонгуем биткоин к нему. Но мы можем теперь лонгануть Dash к биткоину из этой же суммы. И это очень круто на Binance, что так можно делать. Теперь мы просто идем в том же кросс-марджине во вкладку Dash BTC, который лежит на дне к BTC и к BNB тем более. И берем и покупаем Dash. Вот, собственно, и вся история. Выкупаем прямо из стакана весь Dash. И таким образом, вот вы видите мою позицию. Лонг 100 Dash против 12,5 BNB. То есть, шорт 12,5 BNB, иными словами, к 100 монетам Dash. Вот и все. Еще раз говорю, дисклеймер, не финансовый совет. По моим ощущениям, эти монеты стремятся как минимум к паритету. Вот, один к одному. Причем неважно, BNB упадет или Dash вырастет. Но я думаю, что в итоге Dash вырастет сильнее, а BNB упадет тоже сильнее. Вот. Если я окажусь неправ, я потеряю свои средства. В данном случае несколько тысяч долларов, я думаю, еще туда долью. Если я окажусь прав, то это будут десятки иксов. Как у нас с вами были уже и по и классику, и по доджу, к битку, кто помнит. И по Dash обязательно будут. Просто реально, я посмотрел Dash к битку, не настолько сильно слили, как Dash к BNB. И плюс все вот эти новости. Я понял, что нужно действовать сейчас и решил вам об этом рассказать. Вот такая штука, друзья. BitDAO и Coin98 листинг на Coinbase прямо сейчас происходит. Так что ожидаем серьезную волатильность. Ну и пока дурачки сливают свои биткоины и Dash, мы у них выкупаем. И продаем им BNB с плечом. Все. Все получится, друзья. Главное, соблюдайте риск менеджмент. Не жадничайте. И вовремя разгружайтесь. Всем профитроли. Это был Гринни, на связи канал CryptoCommons. Ставьте лайк, если вам заходит такой контент. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Все ссылки в описании. На Binance на всякий случай тоже дам ссылку, хотя я думаю, у всех там уже есть аккаунт. Ну, в общем, скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok